Я только что зашел в комнату, значит, там все сделано. Можно, да? Привез? Да. Нормальный? Рома, ты дела. Слово пацана. Вы ошиблись. Мы нашли тебе работу на очень хорошую зарплату, она в Воронеже. Я дома боюсь быть одна, именно вот в этом доме боюсь быть одна, хоть убейте меня. Мы никого не трогаем, зато к нам приходят. Он постоянно приезжает пьяный. Кто? Есть вариант, соответственно, вот по такой работе. Он для вас неприемлем к категоричности. Нет. Нет. Я тебя решила. Как решить этот вопрос, мы пока что не знаем. Всем привет, это канал Слово пацана. Меня зовут Рома, за камерой как всегда Дима. И мы находимся в совершенно новой комнате, которая буквально несколько дней назад была, ну я не знаю, ну просто была в ужасном состоянии. А сейчас вот-вот сюда, через эту дверь, зайдет Ксюша и ее семья и увидят, они не видели еще, как здесь в итоге все получилось. Но, а мы пока что откатимся чуть-чуть назад и встретимся с Вовой. Переместились немножко назад во времени, и как вы видите, судя по сумкам, мы только что прямо с самолета, прямо из аэропорта заехали в магазин, потому что здесь нам нужно купить все оставшееся для комнаты Ксюши, прямо пройтись по списку, который у нас есть. Это одно одеяло, одна подушка, постельное белье, еще одно постельное белье, лампу. Ай! Что ты там врезался? Осторожно, эта телега почему-то очень плохо поворачивает. Или я плохой водитель, не знаю. Верблюжья шерсть, еще есть подушка. Микрофибра есть подушка. Верблюжья шерсть. Как-то модно вроде. Бамбук, лебяжий пух, верблюжья шерсть или микрофибра. Самая дешевая, не будем рассматривать. Лебяжий бамбук есть? Нет, есть верблюжья шерсть, еще раз говорю. Лебяжий пух и бамбук. Лебяжий бамбук хочу. Давай, Дим, ты должен определиться, потому что это важный выбор очень. Потом будет Ксюша на меня смотреть и сказать, нафиг ты мне это лебяжий пух взял. Я же бамбук хотел. Ну и как, что выбрать? Давай выберем очень осознанно. Монетка кинем, есть монетка? Лебяжий пух или блюжья шерсть? Я вообще тут ничего не понимаю. Честно говоря, ходить по магазинам, это вообще не наша история совсем. Жалко, что нету человека, который бы с нами мог бы ходить, выбирать, все покупать. Ужас. Такого человека у нас в команде нет. Орел это бербюжья шерсть, а решка лебяжий пух. Решка, берем лебяжий пух. Лебяжий пух. Дмитрий, а вот там, посмотрите, не было. Вот это? Да, лее. Короче говоря, находясь здесь в магазине, уж мы совсем высоко забрались. Ищем постельное белье, и нам останется буквально лампочтить. Я не знаю, вот есть такой вот. Ну вот Дим что-то там нашел. Это чисто за столом есть, сидеть и уроки делать. Мохнатый, как ты любишь. Я думаю, что неплохо. Вот люди тоже выбирают себе уроки делать. Хочешь тебя прям потрогать? Да. Я теперь спокойно спать не буду. Иди, потрогай тоже. Потрогайте тоже, потрогайте. Рома, иди, Илла. Слово пацанат, стопудовый. Нет, нет, нет. Да нет, да точно нет. Вы часто у нас в Воронеже бываете? Неправда. Часто, я часто вас... Вы ошиблись. Володя. Нет, Петя. Привет. Привет. Сашка, это мальчики. Привет. Рад вас выехать. Спасибо, приятно. У вас много, кажется, воронежа. Да, что-то нас многие стали узнавать. Все? Да, спасибо. Все, до свидания. Спасибо. Здорово. Привез? Да. Все, давай перегрузим быстренько здесь. И все? Да. Нормальный? Хорошо. Скажи-ка мне, пожалуйста, мой друг, лебяжий пух или верблюжья шерсть? Для чего? На поплывки? Пух. На какие-то ловки, я не знаю. А я не знаю, для чего вы ее спрашиваете. Так, что-то давай загрузим эту штуку. Тяжелую. Тяжелую очень. Ну-ка, проверим. Нормально. То, что нужно. Я проверил то, что нужно. Что ты там? Опять кофе пьешь? Вов, там скрытая реклама нигде нет. Нам нужно... Все? Тут все будет заблюрено, ты не переживай. Вообще, даже не видно будет, что ты держишь в руках, в принципе. Все, в моих руках. А что ты можешь? Давай что-то другое подставим. Какое-нибудь там, типа это, молоко, знаешь, такое? Молоко с сосочкой. С сосочкой. Сделай глоток. Ну что ж, на самом деле вы смотрите продолжение истории про многодетную семью. С каждым разом мы стараемся поменять их жизнь. И сегодня вы увидите завершение ремонта у Ксюши в комнате. Сам я, Дима, Вова уж тем более, мы видеть не видели вообще, что там произошло и как там сейчас это все выглядит. Сейчас туда приедем, потому что ребята закончили уже там весь ремонт полностью. Мы с собой взяли, вы только что видели, закупили все необходимые моменты туда в комнату, последние штрихи. Так, ну что, слушай, ты поедешь с нами? Да, поехали. Поехали. Лен, вчера самое главное предложили, а сегодня просто поедешь с нами. Ну, типа, зритель-то не знает, что вчера мы предлагали тебе. Поэтому предложили еще раз сегодня. Ты мог, кстати, отказаться сегодня. Да не, на самом деле решили взять Вова за компанию, потому что он живет здесь в местных краях. Так уж вышло. И как раз сейчас вместе с нами сгоняет туда в семье. Ну что ж, мы подъезжаем уже к семье. Уже свернули в деревню. Сзади Вова. Там должны быть, ребята, Вин Дизель и Вадим. По ремонту. Мы еще ни разу не приезжали сюда, когда здесь снег. Последний раз, когда мы здесь были, зима пришла. Ну, зима еще не пришла. Сейчас уже все. Зима пришла окончательно. И бесповоротно. Ой, как тут светло. Как тут ярко. Как тут холодно. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Ты хорошо выглядишь? Да. Красиво. Это я оделась. Одела кофточку такую красивую. Что, я может пойду в комнату зайду? Это захлам один. Да, ничего я там не буду показывать зрителям еще. Ну, иди, сходи, я пока здесь. Давай. Ну что, как жизнь-то? Нормально. Нормально? В общем, с работы нам пока что не звонили. Так нам и не перезвонили. С работы, я думаю, что нам уже и не перезвонят. Крайно говоря. Оно сразу было понятно. Ну... Ну что ж, я только что зашел туда в комнату. Значит, там все сделано. Все собрано. Сейчас мы соберем кресло, которое мы вчера купили. И, собственно говоря, комната готова. Там можно заходить, смотреть. Будет вам всем. Так. Мы по очереди сначала достанем вот эту штуку. О, вот это кресло. Вот это... Я теперь там директор, знаете, такая. Кто-нибудь заходит в комнату и такая... Да-да-да-да-да-да-да-да. У меня важное освещание, что вы тут делаете? Теперь школьный директор будет... Все поменяется местами, по-моему. Я такая такая... У меня важное освещание, что вы тут делаете? Как у тебя отношение со школьным директором? Ну, чего бы, она хорошая. Хорошая, да? Да. Кресло собрано. Ну, это, в принципе, последние штрихи для комнаты. И вам ее покажем. Можно посидеть? А, посидеть? Попробуйте сидеть. Все. Все, я сейчас... Нормальный крест? Ну, что ж, мы сейчас вышли с ребятами на улицу. Чтобы вы понимали, это наши зрители. Такие же, как и вы, которые написали сами. В общем, подходящий момент, когда мы находились как раз в поиске. Ребята занимаются ремонтами и съемками в кино. Правильно? То, чем. И, ну, откликнулись, в общем, на наше предложение. Приехали. Сколько по времени вы здесь были? Ну, мы были 4 дня. 4 дня, да. И каждый день примерно по 12 часов у нас получился рабочий день. Ну, вы выезжали из Воронежа в 6 часов и приезжали примерно в 11 часов вечера. По самой работе, по объекту. Для вас это, ну, есть что-то уникальное в этой... Да, конечно, некоторые моменты пришлось звонить производителям смеси, глиняные стены. И мы хотели применить технологию приклеивать клеем. Ни один технолог не мог нам сказать, будет ли держаться или нет. И вы приклеили? В итоге мы применили комбинированную технологию. То есть мы и на клей, и потом, когда клей застывал, мы еще саморезами притягивали к основанию. В общем, все это притягивали так, чтобы 100% ничего не отвалилось. Помогал кто вам? Ну, больше всего Ксюша помогала. Ну, в основном там инструмент помыть, мы постоянно замешивали эту смесь. Нужно было нам постоянно ведра отмывать, инструмент отмывать. Миша помогал чем-то? Да, Миша помогал. Ну, они много раз нам предлагали помочь, но мы отказывались. Да, потому что у нас как бы все налажено. И нам ему ставить задачу дольше, чем это самим сделать. То есть вам проще было сделать все? Ну, то, что требовалось, если где помощь, то, конечно, мы его просили, он без проблем помогал. Тот самый момент, когда нужно, наверное, сказать следующее. Значит, ребята, это вот наши зрители, которые стоят здесь, которые занимаются ремонтом в Воронеже и в области, или только в Воронеже. Ну, практически, да, только в Воронеже. Вы вот сейчас, сейчас мы все вместе зайдем туда в комнату. Вы посмотрите, как все сделано. Вы видите сейчас вот этих ребят. На Инстаграм оставим ссылку. Если вам нужен ремонт в Воронеже, смело пишите ребятам. Да и вообще пишите им в Инстаграм. Мне кажется, за такой срок, на самом деле... За 4 дня объем работ, он действительно огромный. Получается, что по объему полы были гнилые, вот эти вот участки были заменены на новые, и лаги частично восстановлены. Там все разрушено было, получается, под окном. Стена вот эта, да? Да, да, ну вот под окном все, что подали, лазь. Ну, там такая действительно непростая работа. А ребята все это сделали за 4 дня. Большой объем работы. От души спасибо. Круто. Ну, было интересно и весело. Ты каждый раз все ближе ко мне, да, подходишь? Ты наматываешь труди. На расстоянии укуса. Круди там вот так вот, да, наматываешь. Ты так аккуратнее. Я рукой так больше делать не буду, пожалуй. Мы сейчас уже зайдем, наконец-то, в комнату Ксюши. Там уже все готово, все полностью готово. Единственное, чего там пока еще нету, это компьютер, который мы подарили детям этой семьи. И он пока стоит в другой детской комнате. Мы его перенесем в эту. И надеемся, что в будущем компьютер даст возможность Ксюше найти себя в жизни. А что вообще такое компьютер? Компьютер это не только игры. Это не только решение текущих задач. Говорю вам, зрителям, компьютер это в том числе возможность удаленно обучаться, изменить свою жизнь к лучшему, независимо от того, где вы живете и чем занимаетесь. Например, я советую вам курс Python-разработчик от онлайн-школы SkillFactory, которую я вам уже не первый раз рекомендую. Python это один из наиболее популярных языков программирования и оптимальный вариант для старта в IT. Он универсален, логичен, относительно прост, поэтому используется повсеместно. Сайты, мобильные приложения, анализ данных, боты, игры, веб-сервисы и прочее. Курс по Python от SkillFactory длится 10 месяцев. Он последователен и разработан специально для тех, кто никогда не программировал. Не зря у этого курса так много хороших отзывов. Обучение проходит в онлайн-режиме, а значит в удобное для вас время и в комфортных условиях. Уже через 3 месяца вы начнете программировать и сможете начать подбирать себе работу. Средний уровень зарплат Python-разработчиков составляет 120 тысяч рублей. Это один из самых высоких показателей на рынке IT, еще и стабильно растет процентов на 10 в год. Хотите такую зарплату? Тогда вперед в SkillFactory. Там вас научат, помогут с резюме и с поиском работы. А если будете в рядах лучших студентов, то, возможно, возьмут на стажировку. Если засомневаетесь в своих силах, вернуть мотивацию помогут опытные менторы. А еще по промокоду слово Пацана вы сможете получить скидку 45% на курс Python-разработчик. Переходите по ссылке в описании и попробуйте изменить свою жизнь. А мы сейчас, уже все, больше вас не будем томить, пойдем заходить в дом и показывать вам комнату Ксюши. Погнали! Сейчас мы наконец-таки пригласим уже Ксюшу в эту комнату. Значит, что я вижу здесь? Вы пока это еще не видите. Это просто невероятной красоты комнаты. И находясь здесь, мне даже не верится, что это все вот в деревенском доме. Как будто это, знаете, она где-то в квартире новостройки. Ровная, аккуратная, чистая, с новой мебелью комната, в которой теперь будет жить Ксюша. Ремонт в одной детской мы сделали. Теперь вы спите, да? Ремонт в одной детской для меня был шок. Но ремонт во второй комнате неожиданно. Да, мы считаем, что дети достойны самой лучшей. Поэтому это твоя комната. Ты видела ее, как она выглядела без мебели, да? Ну вот, заходи. Можешь ли, да? Можешь ли, да? Ты сюда? Конфетки. Спасибо, спасибо. Ну что, смотри, давай так. Здесь ребята, которые там сидят скромно и не заходят сюда, они здесь проделали огромный вообще фронт работы. Это комната, в которой ты будешь теперь жить. Я обычно не нарушаю личное пространство, но можно один разочек? Что ты хочешь? Лично пространство нарушить. Давай. На самом деле, мы здесь так мало при чем. Ребята, которые сделали вот их личное пространство, нужно будет нарушить. Ты заходи сюда, и теперь более, более внимательно посмотри, что у тебя есть. Во-первых, у тебя есть теперь не двухэтажная, а нормальная такая вот кровать, на которой можно плюхаться и спать. Здесь снизу есть у тебя ящики, которые ты сможешь убрать. Вот тут даже уже что-то убрано. Одеяло здесь у тебя. Ого, красиво. У тебя несколько комплектов постельного белья, которые мы вчера выбирали. Надеюсь, мы не ошиблись. Давай так. Лебяжий пух или верблюжья шерсть? Лебяжий пух. О, значит, мы угадали. Видишь как? Да. Мне шкаф нравится. Такой красивый. Шкаф с зеркалом. Да. Все, я за шкаф выйду. Зачем мне кто нужен? Шкаф и кресло. Хорошая идея. Здесь у тебя стол для занятий. Красота. Удобное, хорошее кресло. Шкаф с зеркалом. И, конечно же, занавески. Кстати, занавески выбирал Вова, который нам тоже помогал здесь. Вот такой цвет он выбрал. Великолепный. Как цвет называется? Джинс. И самое главное, что здесь теперь тепло, потому что новое окно, потому что ребята сделали стены. Давай мы тоже позовем. Ребята так скромно сидят. Парни, заходите. Расскажете, что-то. Да. Сейчас будет реакция. Внимание. Вы же еще не видели комнаты? Вот, заходите. Вау. Круто. Настоящие герои. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. С души. Классно. Я отсюда не выйду всю эту неделю. На самом деле, а здесь приятно находиться, потому что когда мы раньше, ну, заходили сюда в комнату, как-то, знаете, вот этот шкаф, который стоял там в углу, весь косо на кость, там эти что-то не открывались. Здесь эта кровать нагроможденная, там стул. Кстати говоря, это важно же, не было света. То есть ты уроки, чтобы делать, нужно было, ну, как-то вот, изгаляться, не пойми как. Теперь у тебя есть возможность. О, бля. У тебя есть возможность сделать уроки. Ну, и при свете окна, и при свете лампы. И тумбочки есть. Да. Я очень люблю тумбочки. Мне нравится, когда у меня все по полочкам. То есть если в одну... Ты любишь порядок. Да. Что-то вроде хобби или успокоения. То есть я сижу, у меня были бусинки такие маленькие, в одну кучу собирала, а потом сидела пинцетиками. Одну в эту панчу, в другую. Ну, вот у тебя теперь будет возможность сделать то же самое со шкафом, и не с бусинками, а с одеждой. О, сюда много в месяц. Да. Да. Я думаю, что теперь тебе, как девушке, очень важно, чтобы здесь был порядок. Да, ты уже наводишь чистоту. Молодец. Спасибо вам огромное за то, что вы так откликнулись. Очень все сделано круто. Мы прям вот, ну, честно говоря, мы поражены с Димой, потому что, ну, не ожидали. Мы такой, я... Как будто я, короче, в новостройке нахожусь. И даже так на десятом. Там сейчас в окно выглядят, там машины припаркованы. А там выходят... Выглядываешь в окно, а там снег и покошенное строение. Мне так нравится, мне нравилось это, помогать стену вравнивать. Потому что, ну, там пол какая-то, это... Какая-то смесь. Я такая, ммм, интересно, мягкая она или нет? Я такая пальцем, тык. Спрашиваю, а можно я... Я все время проверяю все. Да, ребята тоже сказали, что ты помогала. Ты помогала в чем? Ты помогала очень во многом где-то что-то принести, помыть. Вот такой вот, как бы... Да, это... Это мало. Очень круто, что ты принимала участие в своей комнате. Ты помнишь, какая она была? Да. Она была кривая, она была некрасивая, темная. Я делала холодная, ужасно холодная. Когда мы встретились с вами, только познакомились, ты ожидала ли... Ну, понятно, что ты не ожидала, но вот что сейчас происходит в твоей голове, когда ты понимаешь, что, типа, вот так вот стало? Я наконец-то буду спать на мягкой кровати. Смотри, это стены, да, ты на них не рисуешь, договорились? Да, я знаю. Стены очень красивые, поэтому мне осознанно хочется их портить. В этой твоей новой комнате, как ты думаешь, вот как так вышло, что получилось сделать такой ремонт? Благодаря кому? Вам. Нет. Благодаря нашим зрителям. Вот это тот момент, который вот хочется прям подчеркнуть. Мы парни, которые ходят с камерами и вот снимают все как есть. Наши зрители, спонсоры нашего канала, их на самом деле очень много. Это вот наши зрители, и некоторые из них оформляют спонсорскую подписку, и благодаря им у нас получается вот такого рода истории. Еще у нас есть человек по имени Виталик. Это вот отдельный зритель, про которого отдельно хочется сказать, потому что не первый раз он принимает участие, и всю мебель, которую ты здесь видишь, кровать, стол, стул, шкаф, это все отдельно оплачено им. Спасибо большое, дядя Виталик. Если вы напишите в Инстаграм Виталику и выразите ему там свою благодарность, конечно, будет очень круто. Ну, я думаю, что дети действительно достойны лучшего. Спасибо большое. И на мой взгляд, вот эта вот мысль, которую мы много раз в роликах пытаемся донести, нам кажется, что условия, в которых живут дети, очень сильно влияют на становление личности. Да. Поэтому хороший ремонт, чистота вокруг, это очень важно для того, чтобы, ну, маленький человечек, вот человечек чуть постарше тоже. У тебя еще есть шанс, между прочим, личность свою поменять. Я гендиректор. Да, гендиректор. Я гендиректор. Чтобы мы очень... Ладно, все, сбило меня с мыслей. Короче, мы рады, что в итоге все так завершается в истории с комнатой. Но, к сожалению, у нас есть еще моменты, такие проблемные, которые мы постараемся сейчас затронуть и решить с работой для Миши, потому что, ну, в общем, у нас есть проблемы определенного характера, о которых мы сейчас и поговорим. Сделано уже немало для вашей семьи. Если так пройтись, то у вас теперь есть продукты, у вас есть одежда. Нужды нету. Нужды срочно нету. Более того, у нас получилась история с ремонтом в одной комнате и только что завершилась с ремонтом в другой комнате. То есть то, о чем вы... Ремесцать не могли. У нас была возможность и идея, которую мы воплотили в жизнь, это работа на поле, где мы так вот выступили в качестве работодателей и действительно был собран огромный объем. Мы это оценили, все здорово. Весной мы, я думаю, что вернемся к этой истории, потому что сейчас выпал снег, пришла зима. Но что делать дальше? Дальше в вашей семье нужна постоянная работа. Мы ездили, Миша, с тобой в прошлый раз на предприятие. Да. До сих пор не позвонили. Но оттуда звонка у нас, к сожалению, нет. У меня есть подозрение, что, может быть, сыграл тот факт, что там нас узнали. И из-за этого, наоборот, как бы, ну, типа, зачем нам это надо? Сейчас какие-то там были съемки, проблемы. Мы стали дальше думать. И мы нашли, на самом деле, вариант. И, ну, лично, на мой взгляд, вариант отличнейший. Мы нашли тебе работу на очень хорошую зарплату, но да, она в Воронеже. Это наши зрители, которые согласились тебя взять на работу, помогать по ремонтам в квартирах. Более того, сейчас ребята, которые только что делали ремонт, когда я с ним прощался, они тоже самое сказали. Говорят, слушайте, а если Миша нужна работа, ну, мы с удовольствием его бы рассмотрели, как кандидатура на помощника по ремонту, потому что у них объектов тоже немало. Почему люди согласились? Потому что ты не пьешь, потому что мы за тебя поручились, сказали, что ты будешь работать хорошо и не будешь отлынивать и так далее. Но, созвонившись с вами сегодня, мы выяснили, просто вот, чтобы зрители, чтобы вы понимали, у нас тут все пошло совсем не по плану. Мы выяснили, что вы хотите найти какую-то работу, чтобы работать вместе. А почему? Ну, потому что, во-первых, я боюсь оставаться одна дома. Во-вторых, мы привыкли вместе работать. Вы сейчас нашли какой-то еще вариант поработать. Мы там работали. Мы там работали, ездили туда. И люди нас опять заводят. Это сбор шампиньонов. Да. Какая там зарплата в месяц? Там каждый четверг платят от выработки. Сколько ты собрал, сколько ты собрал. А вы обязательно хотите так, чтобы вы работали вдвоем? Вы не рассматриваете вариант, чтобы Миша работал, а вы были дома по хозяйству, по... Я с ума сойду дома. Эта работа, она когда у вас должна начаться? Вот скоро? Завтра даже можно поехать. Поехали, комиссию пройти, и можно начинать работать. Вы там просто уже работали, поэтому нам это знакомо. Вы сколько получали денег там? 8 тысяч на двоих. 4 тысяч на человека. Значит, 4 на... 4-16 тысяч в месяц. Нам хочется вам найти путь решения вашей жизненной ситуации, вот, ну, честно говоря, наверное, имея некую перспективу. Потому что, когда речь идет про работу на грибах, вот на этих, да, я представляю себе, что это, ну, довольно сложный труд. Ну, в принципе, это нормально. За 15 тысяч рублей в месяц. И не имея возможности выйти, ну, как-то вырасти дальше по карьерным лестницам и по зарплате. Там же одежду дают свою. Но потом пройдет 5-10 лет, вы что, будете так же работать на шампиньонах? Если Миша, допустим, он умеет там что-то делать по ремонту. Сегодня он выдал влют дырку, завтра он умеет шпаклевать, послезавтра умеет, научился ложить плитку. Понимаете, это перспектива роста и финансово, и как профессионалы, человеку дальше расти. А шампиньоны будешь собирать и будешь собирать всю жизнь, и никогда ничего не научишься. Если мы говорим про Воронеж, то зарплата там на одного человека – это от 30 до 50 тысяч рублей. То есть можно зарабатывать там, работая на ремонтах. Неделю поработал, приехал домой на выходные. Вот как-то так. Может быть, график можно там, типа, 2 недели работаешь, неделю дома. Это зависит от желания, наверное, от требований работодателя. Есть вариант, соответственно, вот по такой работе. Он для вас неприемлем категорически, да, вообще. То есть несмотря на более высокую зарплату, нет. И вы боитесь за свою безопасность, если вы будете здесь одна, вам очень некомфортно. Да, просто есть у Миши брат, я же говорила. Я уже звоню, бывает, начальнику его, прошу, чтобы он его сюда не отпускал, потому что есть человек, который... У вас есть семейный конфликт в лице брата Миши. Ну, вот такая вот семейная история. Мы не будем, наверное, влезать сильно в эти подробности, потому что это некорректно, неправильно. Ну, вот это есть. Окей. Хорошо, мы закрыли историю с Воронежем. Мы поняли, что это не вариант. Давайте покумекаем все вместе сейчас, сидя здесь. Очень хочется, чтобы вот наша помощь, вот, это была не рыба, а удочка. Мы поняли, что вы хотите выйти на грибы. Выйти туда, поработать какое-то время, получить там зарплату, тем более, там платят практически понедельно. А дальше что? Без образования, без учебы, это только шампиньоны. Так вышло, Вова-то с нами поехал за компанией, а сейчас я вижу, что Вова здесь может нам немножко, ну, помочь советам. Почему Вова нам может помочь советам? Во-первых, Вова здесь живет недалеко, относительно. Так уж вышло, что Вова близко живет к нашим историям. Мое предложение – отучить тебя на тракториста. Но ты должен каждый день туда приходить, учиться. Во-первых, это тебе открывает дверь. В радиусе 20-30 километров ты можешь найти работу. У тебя возможность будет отучиться. Найти нормальную оплачиваемую работу здесь, недалеко, куда ты сможешь добираться. Своей супруге купить 100 уток, 100 гусей, чтобы она занималась дома. Я не думал уехать на какие-то шампиньоны. Я дома боюсь быть одна. Именно вот в этом доме боюсь быть одна. Хоть убейте меня. Он может уехать. У вас тогда проблема такая никогда не решится. У вас дети будут постоянно голодные. Мы предлагаем нам вариантов, чтобы отучить его на тракториста. Если это все получится, допустим, Михаил сможет работать трактористом, тогда утром выехал на работу, вечером вернулся сюда. Правильно? Как обычный, рабочий день. Но чтобы обучиться, это нужно какое-то время там побыть. Сколько там курс идет? Три месяца, четыре? Тебе нужно жить там. Ты будешь приезжать в субботу, воскресенье, выходные. Я уже чувствую, что на три-четыре месяца это невозможно. Непросто, да? Мы тоже понимаем, что непросто. Но вот как нам решить ситуацию? Просто, чтобы вам хорошо жить, вам нужно идти на какие-то жертвы. До пяти работать и там же пять приезжать. На чем? Вы понимаете, если не принять какого-то решения по работе, да, вы на шампиньонах, ну, это отложить проблему. Представляю Мишу дома с детьми, а я еду, снимаю себе жилье, я живу там. Если надо, будет двое детей даже забирать. А там-то не будешь одна? Там я не буду одна, Ксюша, я буду там в спокойствии. А чем здесь, что вас здесь так тревожит? Нет у меня знакомых. Если что-то случится, позвонить я никуда не могу. А что должно случиться? Вы сидите дома и никого не трогаете. Правильно, мы никого не трогаем, зато к нам приходят. Кто? Это брат или что, я уже запутался? Дело в том, что человек нас просто подвез. Занял нам сто рублей. Да, меня Миша просил, не ввели у него, потом проблемы будут. Потом он начал приезжать. И он постоянно приезжает пьяный, то есть он, по-моему, алкоголем разит. Три раза приехал и три раза пьяный. Как его зовут? Алексей. А фамилия? Сказать, не сказать. Говорите, говорите, как есть. Алексей? А сколько ему лет, например? Я не знаю. Ну, зайдите, примерно. Где-то лет... Ну, 33, может быть, старше где-то. Пока что мы не понимаем, как поступить дальше, потому что только что у нас состоялся разговор, из которого у нас еще больше вопросов по этой ситуации. У вас есть, как я понимаю, кредиты еще, да? Есть. У него тоже есть. Какая у вас сумма кредита на вас? 50 тысяч. На тебе какая сумма кредита? 57. 57. Вот 107 тысяч у нас еще, оказывается, есть кредиты. Удивительно, да? Платить вы по сколько? 4 400. В месяц, каждый месяц вы платите? На двоих. Вы до конца знаете и понимаете условия вашего кредита? Да. Точно? Да. Процентная ставка там какая? 0% ставки. А у вас договора есть? Да. А это надо найти сейчас. Все это история еще раз говорит о том, насколько ни Марина, ни Миша не приспособлены к жизни. Да, она из детского дома, да, Миша тоже не из самой благополучной семьи. И принятие решений для них очень часто происходит вот сначала типа сделал, потом подумал. Они даже не знают, под какой процент у них кредит. Марина уверена, что кредиты там под 0%. Мы взяли этот договор, посмотрели его, оказывается, там совершенно не 0%. Мы сейчас читаем договор, пытаемся понять, какая здесь процентная ставка, фиксированная ставка. То есть вы за 36 месяцев, то есть 3 года, вы должны заплатить это 60 тысяч рублей, помимо того, что вы уже взяли. У вас еще кредиты есть? Нету. Точно? Точно. Мы сели обсудить одну проблему, а у нас еще вылезло 10. Поэтому я думаю, что одному не выкарабкаться, поэтому я и подумал, что надо работать двоим. Хорошо, но ту работу, которую вы предлагаете для себя, которую вы нашли, она, во-первых, архида легко, во-вторых, вы будете уходить рано утром, а возвращаться в 8 вечера. Что самое интересное, вы будете вдвоем зарабатывать там меньше, чем Миша бы мог сейчас зарабатывать, если бы он поехал в Воронеж. Ситуация с работой на данный момент выглядит немножко тупиковой, потому что мы не знаем, как правильно поступить дальше здесь. Будем думать. Может быть, будем искать все-таки работу и смотреть какие-то варианты близко. Пока что прям трудно сказать, что нам придумать здесь. Давайте так, мы сейчас выслушали, ну, то есть, вашу позицию по поводу работы. Если подытожить, вы сейчас планируете пойти работать на Шампиньоны. Зарплата небольшая, далеко. В Воронеже категорически по ремонтам ты работать не хочешь. Не то, что не хочешь. У вас есть семейная история, вы хотите быть все время вместе и уезжать на неделю неприемлемым для вашей семьи. Вариант обучиться, повысить твою квалификацию на тракториста. Плюс получить, может быть, права, у тебя же прав нет. Нет. В этом огромная проблема. Ты водитель, как я так понимаю, умеешь, а прав у тебя нет. Из-за этого у нас есть сразу огромнейшая проблема. Ты не можешь ездить ни на какую работу отсюда, потому что если бы у тебя была машина, ты мог бы найти работу здесь, в 40 минутах езды бы, ездить туда бы утром бы и вечером возвращаться, верно? Отучиться на права. Ты готов? Готов. Но для этого, чтобы отучиться на права, нужно там учиться где-то. Но туда добираться нет возможности, опять же, без машины. Туда, наверное, придется ехать, и там, может быть, квартиру снимать. Я не знаю, как. С утра-то я с мамой приезжаю? С утра, да. С утра туда можно добраться, потому что есть автобус. А обратно как? А с какими учиться там? Если до трех, то я обратно могу еще приехать. На автобусе? Да. На проходящем, то уже до сюда я доберусь. Пешком? Не привыкать. Сколько тут километров? Одиннадцать километров? Да. Ну, я, в общем, не знаю, как поступить в этой ситуации. Есть сейчас от вас какое-нибудь решение этой ситуации? Ну, или вам нужно время подумать? Мы хотим лишь дать возможность вам, чтобы вы зарабатывали не по 10 тысяч в месяц. Понимаете? Мы хотим помочь этой семье, чтобы они решали свои проблемы своими руками. То есть мы хотим изменить их жизнь, чтобы это делали они. Как решить этот вопрос, мы пока что не знаем. Потому что здесь, в этом месте, работы, к сожалению, нет. Решение по этой ситуации, по этой истории, безусловно, у нас будет. Но в следующий понедельник к нам на канал попадает история, которая, ну, на самом деле, выпиющая и особенная. Поэтому подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И будьте с нами, потому что в следующий понедельник вас ждет действительно, ну, такая стоящая история. Не пропустите. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok